Здравия желаю, дорогие друзья! Это очередной объемный обзор последних событий, связанных с Украиной. Знаете, это... Вообще новости, которые мы наблюдаем все последнее время, это... Постоянный стыд. Постоянный испанский стыд. Не за то, что я русский. Не за то, что... Моя страна ведет боевые действия. Не за то, что... Что угодно. Нет. За то, что произошло с человечеством. Насколько тупорылые власти, что до Украины, что в Европе, что в России. Что они делают в плане пропаганды. В плане стратегии боевых действий и спецопераций. В плане экономической политики и всего остального. Конечно, на моем канале уже много роликов, посвященных самым разным последним событиям. Вы можете уже в деталях посмотреть, что там случилось с Невзоровым. Это потрясающе. Человек потерял в России все. Он начал говорить такое, что доболтался до уголовки. На него возбуждено уголовное дело. Его имущество уже начали арестовывать. Путь ему в дорогу... Дорога в Россию ему закрыта. Но на Украине тоже ему отказали в получении гражданства. Говорят, ну, знаете, так как-то общество не очень хорошо отреагировало на новость, чтобы получать гражданство. Ну, потом как-нибудь что-нибудь. Все. Невзорово киданули. Продолжаются по всей стране, по всей матушке России поджоги административных зданий, военкоматов, детских площадок. Роддом загорелся, склады горят. Кто это делает? Такой плотности, подобного рода происшествий не было очень давно. Я прям не припоминаю, чтобы за месяц происходило такое количество поджогов, пожаров, взрывов газа, хлопков, всего чего угодно связано. То, что можно организовать человеческими руками. И наши ФСБшники, наши спецслужбы, МВД молчат, ничего особенного не происходит. Все хорошо, ребята. В общем, пройдемся по тем вопросам, которые пока что не были раскрыты. Суд ДНР приговорил иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Мариуполе, к смертной казни. Осуждены британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим. Мне один вопрос. Мне даже не важно, обменяют их или реально казнят, распространится ли эта практика на других участников боевых действий. Не начнут ли украинцы в ответ приговаривать к смертной казни российских военнослужащих и так далее, и так далее. Вопросов много и их больше день ото дня. У меня вопрос. Где натовские офицеры, которых нам обещали? В подвалах Мариуполя. Не хотят сдаваться членам полка АЗОВ. Почему? Да потому что у них там такие высокопоставленные бригадный генерал войск НАТО, британец или француз, или поляк. Кто-то там такой серьезный. За него бьются, ведут переговоры. Это все вот натовские офицеры. И тишина. Ребята, вам не кажется, что это абсер? Вы меня простите, я стараюсь не использовать такого рода лексику, но здесь по-другому никак. Весь этот ролик абсер то Украины, то России, то Украины, то России, то Америки, то России, то Украины, то Евросоюза. Обозреватель президентской газеты СБ «Беларусь сегодня» Андрей Муковощик подтвердил проведение операции «Зонтик». Более 10 сотрудников белорусских спецслужб уже находятся на территории Евросоюза. Ведется наружная слежка, устанавливаются места проживания оппозиционеров. Основные действия проводятся в Варшаве и Вильнюсе. На фоне того, что у нас поднялся вопрос смертной казни, в Белоруссии заговорили о том, что проводится некая спецоперация «Зонтик» по физической ликвидации и по устранению, даже без приговоров суда. Просто спецслужбы направились в Европу, чтобы найти говорунов, оппозиционеров и ликвидировать их физически, устранить. Нехило так, правда? В это же время высказывается один из приближенных Путина Евгений Пригожин. Есть The Insider, признанный иноагентом, грязная церушная структура, которую возглавлял предатель Родины, агент Доброхотов. Мы его прижали, по-русски говоря, взяли за задницу, и теперь этот слезняк будет выпендриваться в суде и говорить «Я не я, инсайдер не мой». Из 99% уверенности могу это сказать, потому что они все трусливые твари, которые боятся отвечать за свои слова. Необходимо снять мораторий на смертную казнь и исполнять решения суда удобными. Подождите, а Доброхотова, ну, как бы, был суд, что он изменник Родины или что? Что с ним случилось? За что его к смертной казни приговаривать? Необходимо снять мораторий, исполнять решения суда удобными, доступными способами, в том числе в местах их временного проживания. То есть найти их в Европе, в Израиле, в Турции, в Грузии и ликвидировать. Это предлагает окружение Путина. То есть, вообще-то, вот эта картинка в целом, суд приговаривает в ЛДНР к смертной казни, а белорусы вроде как проводят некую спецоперацию по ликвидации неугодных прямо в Европе. Еще и Пригожин, картинка-то цветастая получается. 1500 убитых и до 8000 раненых за последние две недели. Министр обороны Украины рассказал о потерях в ССУ. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о высоких потерях в своей армии. Сотни убитых и полтысячи раненых каждый день. И знаете, тут же изменилась работа пропагандистов. Если вы сейчас послушаете выступление Арестовича и Фейгина, они там рассказывают, о, прижали мы российские войска, нанесли такие грамотные удары, тысячу человек в день теряют Россию, причем сразу убитыми, не ранеными, сразу убитыми. Ну, короче говоря, короче говоря, прям не по дням, а по часам рядеют ряды российской армии. Знаете, это все уже как-то дурно попахивает. Про проблемы в российских войсках мы тоже поговорим чуть попозже, но вот это вот соотношение того, насколько резко поворачивают пропагандисты после высказывания официальных лиц, это любо-дорого смотреть. У русской армии в Донбассе в 20 раз больше артиллерии и боеприпасов, чем у ВСУ. Боевой дух украинцев практически сломлен, пишет британский The Independent. В количестве орудий и РСЗО вооруженные силы превосходят ВСУ в 20 раз, а в количестве боеприпасов в 40 раз. Украинцев почти закончились ракеты к смерчам и ураганам, которые позволяли издалека бить парысянам в первой неделе спецоперации. И, знаете, вот, если это правда, а опять же об этом пишет Independent, это не какой-то там российский пропагандист, хотя мы, конечно, должны оставлять какую-то долю сомнений, вдруг Путин кого-то подкупил, это тоже возможно, в капиталистическом мире продается и покупается практически все, от этого еще более противно становится, вы понимаете? Если у Украины мало зарядов к смерчам и ураганам, а они этими ракетами наносили удары по мирным районам, Донецка, Луганска и многих других населенных пунктов, это какой же тварью надо быть, чтобы этим заниматься? С другой стороны, если количество орудий и снарядов у России больше в 20 раз и боеприпасов в 40 раз, я не понимаю, а где же тогда успешное продвижение, если сейчас все свелось к артиллерийской борьбе? А зачем тогда дело-то встало? Наоборот, говорят о том, что позиционная борьба, мы встали на месте и стоим, и вот друг дружку закидываем туда-сюда, туда-сюда, никакого перевес в 20 раз не оборачивается реальными какими-то успехами, тактическими, стратегическими. Что происходит? Мир с ума сошел. Вот просто я читаю новости, вот главная красная нить среди всех этих новостей, если хоть немножко задумываться, что за бред творится с этой планетой? Что происходит с человечеством вместо развития? У нас деградация тотальная. Вот я левый блогер. Но это не значит, что я хочу вернуться в Советский Союз. Я уверен, что нам есть куда развиваться дальше, не назад, а вперед, блин, чтобы люди у нас жили не по 60-70 лет, а по 100-110 лет, чтобы любой человек имел возможность реализовать свои таланты, развиваться в течение жизни, жить в просторных красивых домах, дышать чистым воздухом, есть вкусную пищу, творить огромное, столько всего в мире интересного. Вместо этого, блин. Украина снова в пролете. Греция задерживает отправку советских БМП-1 минимум на два месяца, так как Германия задерживает поставки БМП-Мардер, которые должны заменить переданную Украине технику. Прикольно. Германия все дальше и дальше зажимает свою технику, которую они обещали поставить Польше, которую они обещали поставить, вот мы видим, Греции, наверное, в другие страны тоже, и ряд стран Восточной Европы отказываются отправлять новое вооружение Украине. Что произошло с Германией? Путин кого-то там шантажирует или что? Да нет. Просто у них реально сейчас будет тяжелейший экономический кризис. Бабки, экономические вопросы перевешивают. Перевешивают интересы военно-промышленного комплекса, который на войне зарабатывает в первую очередь. Я напоминаю, что Германия, как передовая экономика Евросоюза, будет на своих плечах тащить все экономические проблемы других членов Европы. Объединенной. Помните, в Греции был серьезнейший кризис? За счет кого? За счет чьих денег это все было залито, компенсировано? За счет немецких денег. Вот они понимают, что грядущие проблемы с ростом цен на все, практически на все сырьевые товары, это все ляжет на Германию. И Германия говорит, ребята, что хотите, делайте, но надо как-то побыстрее этот вопрос решать. Позже я вам зачитаю соответствующие информационные сообщения. Вообще, есть другая красная линия. Она пока что не очень яркая, но тем не менее розовая линия, если хотите, не красная, а розовая, коралловая, коралловая линия, говорит о том, что Запад собирается сворачивать боевые действия и организует как можно скорейшее расщепление Украины на несколько государств. Возможно, польское, независимо украинское и российское, возможно, просто на польское и российское. Еще какие-то варианты возможны. Украинская страна оборудовала огневые точки в медучреждениях Харькова и Николаева, заявили в Минобороны РФ. Какие мерзкие люди. Украинцы-то, видишь ты, оборудовали огневые точки в медучреждениях Харькова. Мерзко, подло, против правил ведения войны. Использовать медицинские учреждения, где, я так понимаю, продолжают принимать пациентов, где люди лечатся, и они даже не могут уйти. То есть их используют как живой щит. Ужасно. И в это же время, вот смотрите, пропагандистский канал «Рядовка». Вот переходим прямо туда. Вот одно сообщение, и тут же второе, и тут же второе. Вот одно за одним. Освобождена Светогорская лавра. Российские военные заняли полноценный плацдарм для наступления на Славянск. Вы что, охренели? То есть, когда украинская армия занимает, понимаешь, медицинские учреждения, гражданские, и прикрывается людьми как живым щитом, это, понятное дело, плохо. А когда Российская Миноборона в Светогорской лавре получает себе плацдарм, это нормально. Может, я что-то не понимаю? Вы рехнулись, что ли, блин? Хорошо, освобождена так, 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 так. Военный прокурор Западного округа заявил, что в спецоперации на Украине участвовали около 600 срочников. Помните, как Владимир Владимирович Путин сказал, срочников нету на спецоперации? 600! 600, блин! По словам Артура Егиева, к ответственности за это нарушение привлекли 12 офицеров. Это получается, каждый офицер по 50 срочников направил на войну? Мне кажется, что как-то цифры не сходятся. Мне кажется, что гораздо большее число офицеров должно быть наказано за подобное преступление. Но это тоже неправильно. Вы же понимаете, в Российской Федерации дела так не делаются. Людей отмазывать любят у нас. Виноватых. Согласно данным по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции. Все они возвращены в кратчайшие сроки. Кратчайшие сроки это сколько? Два месяца прошло с момента начала боевых действий. Сколько из них погибло? Погибло. А помните историю с крейсером Москва, который затонул? Я вам показывал эту замечательную переписку. Официальный ответ? А крейсер Москва не участвовал в спецоперации. Поэтому выплаты вашим детям, срочникам, которые там погибли, не положены. Вот эти вот президентские обещанные миллионы, если вдруг получаете ранение или, не дай бог, смерть. Не-не-не, ребят, вы что? Какая спецоперация? Он просто стоял там в нейтральных водах. Просто, знаете, прогулочная яхта под названием крейсер Москва. Путин говорил, что все нормально. Нет никаких срочников. Оказывается, их там было 600. Это только официальное заявление. Я не удивлюсь, сейчас потом окажется, что их было 2600. Голова Луганской ОВА Гайдай. Северодонецк не сдадут. Но ВСУ может на время отойти на укрепленные позиции. Украинцы тоже обсираются. Просто вот. Прошлый ролик, обзор Украины, я делал блоками. Обсер Россия, обсер Украины. Тут я делаю все вперемешку, все в кучу. Потому что это... Как это так? Говорили, Мариуполь мы не сдадим. Северодонецк мы не сдадим. Разуйте глаза. Вам врут. Товарищи украинцы, вам врут. Северодонецк никто вообще ничего не будет сдавать. Даже если придется нашим военам отойти, так это... Мы не бежим, сверкая пятками. Это просто на время. Это просто временно. Анатолий Шарий публикует много интересных материалов. И говорят, вот, это пропагандист, то, сё, пятое, десятое. Да, наверное, у него есть определенный перекос в подаче информации. Я вот четко показываю все промахи и с одной стороны, и с другой стороны. Но, тем не менее, Шарита показывает по фактам. Он же новости не выдумывает. Два дня назад был задержан Дмитрий Антипов, представитель партии Зеленского «Слуга народа». Продавал гуманитарную помощь. Это как так? То, о чем мы говорили, то, о чем писали разного рода издания, но вот уже на территории Украины это начинают активно признавать. Да, там процветает торговля гуманитарной помощью и вооружениями. Или вот, пожалуйста. Я бы показал вам эти кадры, но, боюсь, матюки это уже слишком. Оказывается, всего только в марте 22-го года к этому телу певец Киев Стонер часто указывает в разного рода юмористических шоу, «Не видящему никаких нацистов приходили ни нацисты, ни националисты». Короче говоря, человек уверен, что нацистов на Украине нету, что все хорошо, все нормально, но к нему лично домой приходили, с оружием приходили люди в форме, чтобы выяснить, что там с ним. Ну, давайте вот этот второй фрагмент послушаем. Хлопцы с Азову пришли до любителя русского мира Киев Стонера. Я Киев сказал, что я... Пришли до любителя русского мира Киев Стонера. Его дома нету, короче говоря, поэтому, к сожалению, интересного ролика не получается. И вот они там стоят, с автоматами, с закрытыми лицами. Пришли спросить, что это он так часто в Москве снимается, в российских всяких юмористических шоу, общается с Русланами, как их там, не Руслан, короче, Сабуров, вот это вот, КВНщики, не КВНщики. Все, понимаете? Маски сброшенные. Какие-то маски остались на лице, но моральные маски сброшенные. Это настоящие нацисты. Пропускной пункт в Курской области был обстрелян со стороны Украины. В первой половине дня у пропуска Теткина на территории Курской области был огонь огнестрельного оружия и гранатометов со стороны территории Украины. Жертв отрушений никаких нет, огневая точка была подавлена ответным огнем наших доблестных военнослужащих, заявил губернатор Старовойт. Курский губернатор сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткина. Информация уточняется. То есть, эта новость у нас была от 29 марта. И за это время, за два с половиной месяца ничего не изменилось. Эта новость у нас от 6 июня. За два с половиной месяца обезопасить территорию Курской области и пограничный пункт Теткина не удалось. Игорь Стрелков комментирует этот беспредел и бардак следующим образом. Стрелков очень в жесткой оппозиции тому, что происходит, тому, как ведется спецоперация, но не с левой, а с правой стороны. По идее, прямо сейчас Лунтик должен звонить Фанерному и слезно просить. «Сергей Кужугетович, ведь я же обещал, что в случае ударов по нашей территории мы ответим по центрам управления. Ударь, а! Чтоб мне глупо не выглядеть!» А Фанерный ему в ответ. «Димон, я то же самое обещал, и даже раньше тебя успокойся уже и не путай. Наша территория, она в районе Иерусалима, а не под Брянском». На самом деле обстреливаются все приграничные с Украиной области России и Брянской, и Белгородской, и Курской. У нас Димон обещал, что если такое будет происходить, если будут по России наноситься удары, нападения на российскую территорию, причем на населенные пункты, которые часто не имеют никакого отношения к ведущимся боевым действиям, мы нанесем удары по центру приятия решений. Ну как это назвать? Мужик дает слово. Медведев говорит, мы нанесем удар, вы только попробуйте. Удар наносят. А мужик молчит. И кто он после этого? Это не абсер, нет? Сегодня погиб генерал-майор Роман Кутузов, погиб в ходе боя в направлении трассы Артемовск-Лисичанск. Во-первых, уважение тем офицерам, которые не отсиживаются в глубоком тылу, уважение офицерам, таким высокопоставленным, которые оказываются на передовой, рискуют жизнью, то есть не просто там людей толкают вперед, идите, пушечное мясо, они сами там. Когда будете слушать, если вдруг будете слушать или спорить с кем-то либеральным, который рассказывает, ой, слушайте, я уже делаю пачки, пачками ролики про либеральную пропаганду, потому что украинская пропаганда это один сорт фекалий, другой сорт фекалий, блин, которые заканчиваются в голове нашим согражданам, это то, что рассказывает популярная политика, команда вот этих навальновцев. Что они рассказывают? Ну, значит, конкретно вот эта история, что генерал там гибнет, это уже не первый генерал, который гибнет на передовой, о том, что, ну, как же, как же, Россия страна, которой плевать на военнослужащих, это всего лишь пушечное мясо, закидывает телами, жертв не жалеет, кровь льется, значит, гробы, это трупы бросаются целыми там вагонами, ужас, кошмар. Если они настолько, значит, бессердечные головорезы, что же они сами это, под пули лезут, ничего в голове не щелкает, что это как бы противоречит одно другому. Второй момент. Путин организовал мировой голод. То есть, вместо того, чтобы обсуждать, что в России происходит, я напоминаю, я на каждом ролике оставляю, в России за прошлый год естественное убыль населения, миллион, сорок две тысячи человек, вот это претензия к Путину должна высказываться. В России люди и так вымирали. По итогам прошлого года либералам плевать на это. Простите, голод? В мае Россия продала в два раза больше зерна, чем в прошлом году, в мае прошлого года. Россия прямо сейчас продает зерна в два раза больше. Это так называется, организуется мировой голод. Когда мы продаем зерно тем, кто готов у нас покупать, вы что, рехнулись? Еще одна история про изнасилование. Я тоже снимал на эту тему отдельный ролик, вдруг вы его пропустили? Омбудсмен украинский говорил и говорил несколько месяцев, и пропагандисты, тот же Невзоров, те же вот эти все, Ждановы, команда Навального. Да, унасилуются украинки направо и налево. Сотни тысяч украинок, миллионы изнасилованы уже. Эту даму, которая об этом рассказывала, сняли с должности за то, что она бездоказательно это рассказывала. Официально в эфире телеканалов прокуратура Украина рассказывала, а у нас нет таких данных. Это брехня собачья. Что там, команда Навального извинялась за это? Нет. Люди, которые их смотрят, они в это верят. Если у вас есть такие знакомые, отправляйте им этот ролик. Делайте репосты, ставьте лайки, пишите комментарии, помогайте продвигать объективную информацию о том, что происходит. Друзья, система сыпется, система надламывается прямо на наших глазах. Через год или через три года мы будем жить в другой стране. Нам предстоит засучить рукава, нам предстоит взять на себя ответственность за то, в какой стране мы будем жить. Никакой Путин, Грудинин, Платошкин, Навальный никто не сможет создать для нас богатую, великую, независимую, счастливую страну, если мы будем сидеть и ждать. Ну давайте, ребят, работайте, а я тут вот спокойно посижу. Нет. Потребуется усилие каждого из нас. И не только на рабочем месте, что, конечно, необходимо, чтобы учителя хорошо учили, врачи хорошо лечили, инженеры хорошо проектировали рабочие специальности, хорошо это все реализовывали, воплощали в реальность. Каждому из нас предстоит поработать. И в этом плане еще и на общественном фланге. Вот, например, в Москве в сентябре будут выборы муниципальных депутатов. Это низовой уровень. Это каждый человек может поучаствовать. Это не нужно быть какой-то там известной личностью. Прямо сейчас, если вы из Москвы, записывайтесь на сайте КПРФ. Не нравится КПРФ, можете на сайте Справедливой России записывайтесь в команды, участвуйте в муниципальных выборах, помогайте жителям своего района, старт политической карьеры. Я повторюсь, на этих выборах победить реально. Вполне себе реально. Учитывая то, что в стране происходит, у оппозиции есть довольно много серьезных шансов побороться. Так вот, второй вопрос с другой стороны. Окей, это не головорезы. Это люди, которые сами оказываются на передовой. Встречный вопрос. А что они там делали? Потому что, если генерал оказывается в окопе, есть предположение, что без этого генерала военнослужащие отказываются идти в атаку. И чтобы их, значит, воодушевить, поднять боевой дух, надо присутствие такой персоны. Если это так, то речь идет о довольно сниженном, мягко скажем, сниженном моральном состоянии наших бойцов. Еще веселее боевые экстрасенсы. НТВ сообщило о том, как боевой экстрасенс Фомин из КГБ назвал дату капитуляции Зеленского. Это всерьез. Это всерьез. На российском телевидении появились боевые экстрасенсы. Если реальных успехов нет, мы будем людям рассказывать чепуху. На Балканах, в другой стране, на другом языке выдумываются мемы про ведущуюся спецоперацию на Украине. И вы знаете, я даже не знаю, что тут, смеяться или плакать. Американский генеральный штаб говорит, мне непонятны планы русских, российский генштаб, мне непонятен наш план. То есть, мы сами не понимаем, что творим. Тактика, стратегия, вообще провал полный. Американцы не понимают, что мы делаем. Непредсказуемость русская, хваленая. Ну и мы сами не понимаем, что мы делаем. Это же позор. Сербы это наши братушки, это самый русофильский народ на планете, наверное. Сербы, ну может быть, с ними могут поконкурировать вьетнамцы, которые помнят вьетнамскую войну и как Советский Союз Вьетнаму помогал и они победили. И для них это огромная историческая память. Ну вот, сербы, вьетнамцы, может быть, часть Сирии, только часть. Я не знаю, кто еще, где еще, любит Россию. Помогите в комментариях. Ваше обращение по вопросу замены улетного состава аварийной радиостанции с комплекта НАСС и стрелкового оружия в Минобороны России командованием военно-воздушных сил главного командования военно-космических сил по обучению рассмотрено. Сделан был специальный запрос, чтобы объяснили, а где вообще нормальное обмундирование, нормальные рации, нормальное оружие у летчиков. То есть сбивается самолет, летчик пытается вызвать подмогу по рации. Ребята, я вот здесь, подбирайте меня, спасайте, а то меня сейчас окружат, в плен возьмут. А у них такие допотопные паршивые рации, что украинцы их легко слышат и, естественно, берут в плен. Или убивают, или пытают, все что угодно. Администрация президента ответила. Ответ прекрасен. Его можно распечатать и в рамочку на стену повесить, ибо он универсален. Он подойдет для ответа абсолютно на любой вопрос, на любую тему. Жена, почему борщ такое дерьмо? Дорогой, не шуми. Уже разработан новый рецепт. Работаю над приправами. Счастье любит тишину, дорогой. Поэтому спасибо за активную жизненную позицию. Ешь, что дают. Вот здесь то же самое. Да, с рациями есть проблемы, но мы уже об этом знаем, мы уже над этим работаем, и когда-нибудь мы обязательно вопрос решим. При первой же возможности как только позволят сложившиеся обстоятельства. Красота. Еще одно достижение. Я в своих роликах многократно спрашивал, ребята, где Армата? Где Армата? Я даже хотел аватарочку своего канала, которая кругленькая, сменить. У меня там сейчас написано, что там написано? Долой Единую Россию или партия ядров в помойное ведро, уже сам забываю. Хотел написать, ядро, где Армата? Это один из главных вопросов. Это вопрос, ну, не про саму Армату, а в целом, почему у нас настолько отсталая техника и вооружение. Вот, пожалуйста, появилась Армата. О! Сфотографирован, непонятно где, половина непонятно чего. первое неподтвержденное фото якобы появление новейших боевых танков Т-14 Армата в зоне проведения специальной военной операции. О! Ребята, все! Заткнитесь, неверующие, заткнитесь, оппозиционеры, все, Армата появилась, теперь фронт будет пробит, мы его прорвем, все будет хорошо, ребята, все, теперь все четко. Армата появилась, все, теперь мы можем не сомневаться, что это не какой-то сырой образец, который кое-как три месяца пытались завести, и вот, наконец-то, он доехал до линии боевого соприкосновения. Не-не-не, это продуманный, просчитанный стратегический ход. Армата появилась, теперь Армата есть на фронте. Теперь возвращаемся к стратегическим вопросам. Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках могут остановить конфликт в регионе. Говорит об этом не какой-то первый канал Российской Федерации пропагандистский, нет, об этом говорит консультант Госдепа Эдвард Лютвак в интервью Девельт, Девельт, одной из крупнейших германских СМИ. Киев не может отказать людям в выборе, это единственный выход из конфликта, победить Россию, это что-то из области фантастики, добавил он еще раз. Либералы, украинцы, особенно вас призываю прислушаться, Запад готовится разделить вашу страну на части. Нравится это вам, не нравится, это факт. Запад дает добро. Германия неспроста задерживает поставки вооружения, они не верят то, что на полях сражений может что-то добиться. Экономический кризис уже разворачивается, постепенно набирает обороты, дальше будет только хуже. Последние месяцы активно выбирались запасы складские, запасы кончатся, вот тогда кризис начнется вовсю шире. Они не готовы. Там очень сложная ситуация. Они говорят, Киев не может отказать людям в выборе. Что за выбор? Референдум. Хотим мы войти в состав России? Окей, входите. С Крымом референдум не признавали все 8 лет. Сейчас что-то поменялось. Раньше говорили, недопустимо переписывать границы после Второй мировой войны. Границы утверждены, все, границы незыблемы. А тут оказалось, что можно. Тут оказалось, что по-другому и никак. Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области, фактически украв сбережение населения, заявил Стримаусов. А это что такое? Опять же вопрос к украинцам, к украинским властям. В Херсонской области живут украинцы? Вы считаете, что это украинцы? Вы считаете, что они не войдут в состав России? Это украинцы. Почему же Украина заблокировала своим гражданам все деньги, все банковские счета? Вы представляете, какая это подстава? Вот у вас, дорогие друзья, есть деньги какие-то на счете? Представьте себе, что они, опа, заблокированы, все, нет у вас этих денег. Шансов на то, что эти счета будут разблокированы около нуля. Считайте, что ноль, просто ноль. Просто в Киеве кто-то решил, нам эти деньги нужнее. Катитесь куда хотите. Вот это что такое? Федеральный закон об отмене постановления Государственного Совета СССР о признании независимости Литовской Республики. Нодовец Федоров хочет лишить Литву независимости, внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Вот оно как. Федоров решил реализовать свои планы, то есть не свои даже планы, не только свои планы. Худшее опасение мировой общественности, что Путин на Украине не остановится, что Путин будет вести наступательное действие и в странах Прибалтики, может быть даже в Скандинавии. Помните Симпсоны? Знаменитый мультик, который меня в свое время очень зацепил, я его часто вспоминаю. В Симпсонах иногда показывают пророческие сюжеты и в одном из старых роликов было показано, что Россия в 1924 году воссоздастся в Советский Союз и показана карта, которая включает в себя всю старую территорию Советского Союза плюс Скандинавию полностью и Финляндия, и Швеция, и Норвегия. Дания, по-моему, не вошла. Так вот, возможно, возможно, Симпсоны знали заранее, возможно, попытка разместить в северных странах натовские вооружения, натовские базы приведет к тому, что Россия будет вести и там какую-то спецоперацию, а возможно, по-другому, возможно, в Европе сейчас начнется такой кризис, плюс голод в Африке и люди, африканцы, хлынут в Европу таким потоком, что европейцы решат, блин, лучше мы к России присоединимся, чем будем участвовать вот в этом вот бреде, когда нельзя ни нефть, газ купить, ни металлы купить, ни нормально поддерживать экономику, мы обязаны принимать беженцев и так далее, и так далее. Если будут предложены условия широкой автономии, фиг его знает, если Евросоюз будет распадаться в Скандинавии, может быть и будет тяготеть к воссоздаваемому Советскому Союзу, если ему будет что предложить взамен. В Латвии полностью запретили обучение на русском языке, то есть, с одной стороны, Федоров отбитый, понятно, и какая, блин, экспансия, вы разберитесь с Воронежем, разберитесь с Нижневартовском, организуйте богатую, красивую, счастливую, долгую жизнь россиянам, а потом страны сами к нам подтянутся. Но с другой этой стороны, зачем вот это делать сейчас? В Латвии полностью запретили обучение на русском языке. Карта языка, это же один из главных триггеров того, что сейчас происходит на Украине. Ведущийся спецопераций, зачем вы сейчас дразните спящего тигра, медведя, не знаю, он уже не спит, не знаю, как это сказать, чтобы было красиво, помогите мне в комментариях. В закрытом докладе аналитического департамента ЦРУ для Конгресса США, который был зачитан в минувшую пятницу в Вашингтоне, говорится, что моральное состояние ВСУ и элитно-клановых групп Юга и Юго-Восток Украины крайне низкое. Кроме того, что есть данные о сепаратных переговорах промышленных и экономических, то есть элитки, Одессы и Одесской области с главным управлением разведки Генштаба РФ о сдаче безбоя в случае быстрого окружения переводим на русский язык. Олигархи боятся, что будут повреждены их фабрики, заводы, активы и договариваются с россиянами давайте вы оставляете нас при власти и тогда мы вам сдадимся. Речь идет о том, что в принципе очерчиваются контуры будущего мира, что уже американцы готовы сдавать Одессу, что Одесская элита вспомним предыдущее сообщение, мы же не можем отказать им в выборе, Киев не может отказать людям в выборе, это единственный выход из конфликта, ну да, и в Одессе вполне возможно будет подготовлена сдача безбоя, это обсуждается на Западе и в Америке и в Европе. По словам источника, российская делегация во главе с Володиным предложила парламентской ассамблее ОДКБ в закрытом режиме упростить процедуру задействуя силы ОДКБ. А это что такое? Зачем сейчас нам задействовать силы ОДКБ? То есть мы готовимся вводить уже этот контингент армянский, казахский и все остальные на Украину? Миротворческая миссия? Решение о размещении миротворцев ОДКБ в ДНР будет приниматься после освобождения территории республики, сообщил глава МИД ДНР. По мнению экспертов, в июле мы увидим новую конструкцию независимой ЛДНР и Херсон и размещение миротворцев ОДКБ. Так что же у нас не хватает уже своих сил, чтобы поддерживать порядок? Видимо так. Вот посмотрите страшные фотографии. Разваленные дома. Все ржавое, все разваленное, все разруха. Штука в том, что это не Украина. Это Россия. В городе Североморском Урубанской области растаял снег и под ним оказались ямы, грязище и разруха. Может быть, мы все-таки Россией сначала займемся? Или вот в Москве? Богатейший город, один из богатейших городов мира. По стоимости жизни в том числе внутри Садового кольца очень недешево жить. Особенно. В Москве внезапно растаяла плита на железнодорожной станции. Я так понимаю, это МЦК, который относится к метрополитену. Что это такое? США, Евросоюз и Британия проводят консультации о дипломатическом регулировании ситуации на Украине. Киев на обсуждение не приглашен. Западные партнеры Киева, Евросоюз, США и Великобритания начали обсуждать решение конфликта на Украине дипломатическим путем без украинских представителей, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала рассматривается вариант нейтралитета Украины в обмен на гарантии безопасности начала переговоров российско-украинских переговоров о будущем Крыма и Донбасса. Такой план предложили представители Италии. Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещания США, ничего об Украине без Украины, сообщил телеканал. Короче, украинцев послали не только население, но даже официальной власти. Мир сходит с ума, дорогие друзья. Мир просто сходит с ума. Что российские власти вообще непонятно, что происходит. Что украинские власти, что западные власти. Киберкомандование США заявило, вдумайтесь, что проводило наступательные и оборонительные операции, а также в сфере информационной безопасности в пользу Украины. Глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне деталей не сообщил, однако отметил, что все действия осуществлялись согласно букве закона под контролем гражданских лиц и в соответствии с политикой, принятой Пентагоном. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер напомнила, они предупреждали Москву о том, что США намерены отказывать поддержку и помощь Киеву. Еще раз, есть американское министерство обороны, так называемый Пентагон. В этом министерстве обороны в Пентагоне есть киберкомандование, и они вели против России наступательные операции, то есть они проводили наступательные операции против России, где официальная ответка от российской стороны. Они вступили в войну на киберпространстве официально, и тишина, проглотили, обтекаем. Знаете, мне что тут вспоминается? в начале 90-х годов в Америке официально вручали медали за победу в холодной войне. Они добились своего, они развалили Советский Союз. А в Советском Союзе думали, что холодная война, ну знаете, это красивая формулировка, войны-то нет на самом деле. Оказалось, что она есть, просто она велась не в окопах в первую очередь. Хотя можно вспомнить и там противостояние во Вьетнаме и многие другие конфликты. Главная война велась в сфере информации, менталки. И вот сейчас то же самое. Всерьез не воспринимаем угрозу. Такая система путинская обречена на поражение. Я боюсь, что можно ожидать даже серьезных военных неудач. именно из-за такой позиции. Против нас проводят официально наступательные операции, но ничего страшного. Мы не обращаем внимания. Это мы будем выше этого. Не все вооружение Запада доходит до ВСУ. Украинские чиновники незаконно продают оружие, полученное от западных стран. Об этом сообщила Торонто Стар. Я проверил. Это одно из крупных и старых авторитетных канадских изданий. Да. И это в Канаде, где очень крупное, очень крупное, большое, разветвленное украинское сообщество. Огромное количество украинцев и с развалом Советского Союза и до сегодня эмигрируют именно в Канаду. И в Канаде средства массовой информации заявили, да, на Украине оказывается нашу помощь разворовывают. Как интересно получается. Глава Венгрии Петер Сиярта поддержал слова спикера венгерского парламента Ласла Кевера, который заявил о психических проблемах у президента Зеленского из-за того, что он решительно и жестко просит партнеров о поддержке. О как! Уже два высокопоставленных руководителя Венгрии откровенно говорят, что Зеленский психбольной, что у него что-то не так с психической вменяемостью. Похоже, что американцы решили сделать из Украины большой генератор для Евросоюза. Проблемы с реализацией плана по декарбонизации энергетики Евросоюза очевидны, и чем ближе 30-й год, тем очевиднее это будет для самих европейцев. Украина подписала соглашение с американской Вестингхаус контракт на поставку топлива для своих электростанций взамен российскому, но суть не в этом. Новый договор увеличивает количество новых ядерных блоков, которые Вестингхаус построит в стране с 5 до 9. То есть Украина будет производить огромное количество электроэнергии, а в случае какой-нибудь аварии на атомной электростанции кто пострадает? Правильно, Украина. Читал когда-то такую книжку там речь идет о том, что из-за неконтролируемого применения климатического оружия на земле очень резко испортился климат, началось серьезное похолодание и американцы, мировые элиты собрали остатки человечества в определенной зоне, обнесли его защитным барьером, где поддерживается хорошая, комфортная для жизни температура, вся остальная планета погрузилась прямо в холод-холод и чтобы получать электроэнергию для поддержания вот этого райского местечка, они разместили очень мощную атомную электростанцию, где не жалко, в Австралии. Австралия далеко, вот в Австралии сформировали такой мощный генератор, чтобы до туда добираться, даже космические шаттлы использовали, чтобы через всю планету перелетать, максимально далеко, где не жалко. Вот судя по тому, как в Евросоюзе, Евросоюз сейчас будет строить электростанции на территории Украины, какие-то параллели за параллелями. Теперь возвращаемся к теме пропаганды, информационной войны. Я не знаю, как это читать. Я говорю, мир сходит с ума, люди сходят с ума. Мне не хочется верить, что в мире настолько много идиотов, допущенных до самых вершин власти, что наши олигархи, что наши чиновники, что пропагандисты, наши украинские, американские, господи. Алексей Арестович добавлен на сайт Миротворец, бывший советник главы Офиса Президента. Алексей Арестович, которого тут называют Люсенька, в соответствующей фотографии запечатлен, его знаменитая кинороль. Арестович, который рвет глотку, каждый вечер рассказывая о зрадах и перемогах, и вот как ему нож-то в спину. Все, ты теперь сам включен на сайт Миротворец, на сайт предателей Украины. Анна Бородина заявила, дождь будет вещать из Нидерландов. Российская бежавшая интеллигенция, пропагандисты, либералы будут вещать из Нидерландов, рассказывать, как надо спасать Россию. О качестве украинской пропаганды вот та самая бывшая омбудсменша, которая рассказывала про массовые изнасилования. Может, я переборщила, но я пыталась этим достичь цели, убедить мир, предоставить оружие и оказать давление на Россию, заявила Денисова. Она признается, что она врала. Этим людям плевать, а либералы уверены, мы будем побольше врать и Путина свергнут. Мы будем побольше врать и на Украину поставят вооружение, которое можно будет потом выгодно перепродавать. Мы будем врать и военнослужащие не побегут из окопов, будут воевать до последней капли крови, пока всех украинских парней не перестреляют. Это конкретная ложь либералов, арестовича, вот этой гражданки. Они спокойно об этом заявляют. Они не боятся потерять лицо. У них давно нет лица. Просто мерзко за всем этим наблюдать. Минюст возобновляет традицию выкатывать очередной список физлиц иноагентов. Вот, например, Олега Кашина, журналиста, внесли в список иноагентов. Что бы вы думали? Варламов начал сразу травлю. Что, если Кашина добавили в список иноагентов, понимая, что ему пофиг, чтобы вывести из списка фонда борьбы с коррупцией? То есть Кашин и противен Навальновцам в списке ФБК включен и противен российской власти добавим в список иноагентов. О, как интересно! Вы не можете между собой договориться, товарищи либералы? Что у вас за грязня? Я убежден, что они уже уверены, что путинский режим вот-вот рухнет, они вернутся и будут тут править. Варламов станет Соловьевым, Пивоваров станет Киселевым, Навальный, конечно же, президентом, ну или просто получит статус какой-нибудь елбасы, а президентом станет Кудрин, человек с опытом госуправления, ну типа такого. Собчак заставила Кашина оправдываться. Берется за любую, за казуху, ну то есть это такая довольно помоечная история. Как можно их называть событием, блин, года? А событием года должен быть, уж не знаю что, телеграм-канал государственного музея Эрмитаж или телеканал культура. Мы сидим в сердце страны, родившей таблоидную культуру, которая также отчасти воспитан. И ты, представитель таблоидной культуры, ну короче говоря, все травят Кашина, все травят Венедиктова, все травят Кашина, все друг друга травят. Ребята, вы как жить-то вместе собираетесь? Как вы Россию строить собираетесь? На каких вообще принципах? На принципах вранья? Как далеко вы продержитесь? Как далеко вы уедете? Киев в одностороннем порядке лишил Минск статуса города-побратима, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Знаете, это еще один абсер. Многие украинские пропагандисты, политические деятели в эфире того же Фейгена, в эфире либералов Навального рассказывают, что белорусы наши братья и все остальное. Ведь понимаете, то, что Минск побратим Киева, это больше, чем Лукашенко и Зеленский. это отношение между городами, это отношение между жителями двух столиц Украины и Белоруссии. Вы зачем лишаете Минск этого статуса? Они продолжают рассказывать, что вот с русскими не братские народы, но белорусы это самые близкие к нам дорогие наши друзья, и поэтому с Белоруссией у нас все хорошо будет. А вот оно ни хрена. не просто вводят санкции против Лукашенко и его семьи, и все что угодно. Не-не-не-не-не. Это другого масштаба явления. Они рвут связи между столицами. Ну и последняя новость. Сегодня мы уложились быстрее, чем в час. Надеюсь, просмотров будет побольше. Прошу вас ставить лайки, писать комментарии, делать репосты. Российское общество оказалось расколото в отношении Украины и угроз, связанных с ней. 52% россиян считают, что вхождение Украины в НАТО создают угрозы стране, а почти равная половина так не считает. За три с половиной месяца ведения спецоперации российским властям не удалось добиться даже базовых вопросов, базового понимания, что да, на самом деле Украина хотела в НАТО, и это на самом деле создавало угрозу для наших границ. Элементарно, что Украина, Киев считает Луганск, Донецк и главное Крым часть Украины и при поддержке НАТО они в любой момент могли начать наступление в Крым, а Крым все-таки даже большая часть либералов, не официальных, а вот простых людей, которые слушают Каца и Пивоварова и Варламова и Навальновскую команду, в основном люди все-таки признают, что Крым российский. Начнется война за Крым. Как только Украина получила бы еще больше вооружений, еще больше возможностей, ребята, сомневаться вообще не приходится. И за три с половиной месяца ведения спецопераций даже в этом не удалось пропаганде добиться каких-либо успехов. Это полный тотальный абсер. Друзья, это был, я думаю, очень объемный и всесторонний и я старался максимально объективный обзор того, что происходит. Это просто позорище и стадобище. Наши парни проливают кровь. Администрация президента говорит, рации будут, мы знаем о проблеме, не переживайте, когда-нибудь рано или поздно, при первой же возможности, рации будут. армата появилась, непонятно где, непонятно армата или не армата, но что-то такое появилось, перестаньте уже задавать вопрос, где же наша армата. Что творят украинцы, что творит Запад? Абсер на абсере. Все изменяют и противоречат сами себе, собственным словам, собственным убеждениям, собственной позиции. Идут какие-то торги, закулисные переговоры, идет глобальный передел. И нынешняя глобальная элитка и страновая элитка в каждом государстве она к этому не готова. Они просто не понимают, что делать. Многие политики это просто актеры, что западные, что украинские. Многие политики это просто диктаторы, которые вообще не понимают, как решать вопросы, потому что они даже не знают, что есть какие-то проблемы. У нас проблем никаких нет, у нас все хорошо. Посмотрите на Североморск. Друзья, надеюсь на вашу активность, надеюсь на вашу поддержку. Подписывайтесь. Здесь говорят правду. Теперь я буду использовать этот слоган, потому что это так, это правда. Либералы не могут этого говорить, а на моем канале реально говорят правду. Здесь выступаю я, я за свои слова отвечаю. Вместе мы села, вместе мы победим. До новых встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok